Добрый день! Очень интересный спор сейчас идет в интернете о том, какая все-таки валюта у нас в государстве. Валюта с кодом 810, либо 643. И сделаю маленькую справочку. Сейчас, до 1998 года, в России была валюта с кодом 810, то есть советский рубль. После 1998 года у нас идет валюта в коде 4643. Это идет российский рубль. Также хочу вам показать разницу, как определить советский рубль с кодом 810 и российский рубль с кодом 643. Для примера у меня есть пару банкнот. Банка России. Во-первых, хочу сказать, что если вы посмотрите на данный билет Банка России, вы увидите самое первое, что это подлинник оригинал. Но тут нет ни слова про Российскую Федерацию. Хоть и по закону Россия и Российские Федерации являются одними и теми же словами, но тут написано «билет Банка России». Если дальше посмотрите, что такое билет Банки России, это ЗАО, Центральный Банк России, которым обладают где учредители, физические либо юридические лица, но никак не учредители Российской Федерации, то есть граждане. Соответственно, по законодательству самой Российской Федерации, вот эта данная валюта, которая признана официально внутри, является суррогатом, а значит распространение использования ее является мошенничеством. Но так как мы от этого никуда не денемся и должны использовать, и объяснить непосредственно разницу между 643 валютой, это российский рубль, и 810 советским рублем, можно просто сделать так. Закон был принят о 643 валюте в 1998 году. Значит, можно просто так сказать, условно рассуждать, все, что было до 1997 года, ну, 1998 взять, это 810 валюта, российский рубль, советский рубль, а все, что было после 1998-1998 год, ну, давайте будем считать, 1999 и следующие года, это был российский рубль. И смотрим непосредственно на банкноту, например, билета Банка России в 5000 рублей. Если правильно посмотреть, банкноты Банка России в 5000 рублей появились где-то в 2004 году, 2006 год, вот так вот. То есть раньше их не было. И переворачиваем, и смотрим. Та-да-да! 1997 год. Это, надеюсь, вам видно, что тут 1997 год. Семерку в конце. Это валюта с кодом 810. Это советский, совет, можно так сказать, советский рубль. Да, смотрим дальше. Тысячную. Та-дам! 1997 год. Опять. Вот, надеюсь, сейчас камера сфокусируется, вам видно. 1997. Та-дам! Тысяча тоже 810. Дальше смотрим. 500 рублей. 1997 год. До деноминации. Та-дам! Тоже советский рубль считается. Смотрим 100 рублей. Новенький, хрустящий, только сегодня из банкомата. Та-дам! 1997 год. Тоже советский рубль. А вот теперь более интересно. Если валюта имеет номинал, по которой она выпускается, то есть, точнее, как бы вам сказать, вот эта банкнота или билет банка, это есть долговое обязательство, что вам что-то за него дадут. Что-то. Видите, какое определение? И в данный момент это что-то должен дать билет банка России, банк России, но никак не Российская Федерация. То есть, если у вас горят официально вот эти вот вклады, это добрая воля, что если вам вернёт что-то государство. По сути, оно там прям в законе сказано, что никто не несёт обязательства, и государство за юридические лица обязательств никаких не несёт. Как вы видите, да? Билет, вот эта бумажка, имеет номинал, но у нас есть ещё в стране вот такая вещь, как железная тоже валюта. она имеет достоинства. То есть, она уже сама собою обеспечена. И, что самое интересное, смотрим, да, по году. Вот, например, тут вот 2 рубля 2012 года. Юбилейная монета, но тут видно, что она 2012 года. Она, то есть, это по классификации идёт 643. То есть, получается, даже по закону, если так распределить, то вот эти 2 рубля, 2 рубля равняется советским рублям. То есть, вот этим 2000 рублей. То есть, советских по закону, по идее, вот 1-2 рубля, а вот таких 2 рубля равняется. Но, к сожалению, закон не соблюдается, никто не меняет. Есть ещё, сейчас интересно, сейчас найду, чтобы было поинтереснее. Сейчас где-нибудь 16-й или 17-й год. Да-да-да-да-да-да-да-да, 2000-й, 2012-й, 2001-й, 2012-й, 2000-й, это 2014-й, 2012-й, 12-й, 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 11-й, секундочку, так, 11-й, 15-й, так вот, сейчас секундочку, 15-й посмотрю. Так, нет. Ага. Вот, с 2014 года начинаем. Что вам хочу показать? Это вот юбилейная монета Сочи 2014-го, но, к сожалению, будет видно, не видно. По сравнению, видите, как расположены крылья? Это герб Советского Центробанка, сейчас который называется Центральный Банк Российской Федерации. А вот, то есть, это по идее по закону суррогат. А вот это, видите, как крылья отличаются? Это рубль Российской Федерации, который идет по коду 643, и он настоящий. То есть, по идее, вот это идет в 25 рублей номинал. Если перевести по закону 98-го года, что идет деноминация в 1000, 1 рубль 643 равен 1000 рублей 600, ой, 810-го, извиняюсь. И еще, как определить, еще когда в счетах пишут, пишут рур, это 810-й, а руб, это 643-й. И вот так вот можно определить. То есть, видите, даже на монетах уже появился с 2014-го года герб Российской Федерации. И еще заметьте, что обострение всяких санкций и вот этого всего тоже произошло в 2014-м году, когда начали появляться монеты непосредственно с Российской Федерации, как вот тут вот видно. Ну и также у меня есть, можно посмотреть, например, когда идет где монета номиналом, вот советский рубль, да, такая вот, например, вот видите, идет вот советский, советский, сейчас достану, советский непосредственно деньги, у них есть номинал, написан 5 копеек, да, 991-й год, вообще по идее вот это 991-й год, это тоже по 810-му году она считается, но ее не принимают, так как нарушают по идее закон, хотя даже если ее приняли по номиналу, 5 рублей, 5 копеек тоже уже хорошо, потому что есть монеты, и тут видно, видите, советский союз, идет герб, это официальные деньги, которые были по закону, так же, как и хотел сказать, вот, например, есть у меня, смотрите, 20 рублей 92-го года, это 810-й, 10 рублей 92-го года, тоже 810-й код они имеют, вот даже есть, вот, смотрите, как интересно, 50 рублей 93-го, это тоже 810-й код, потом 10 рублей, то есть, тут, смотрите, у меня тут не все, конечно, но я смог бы нормально, прилично тут набрать, потом, что еще, 50 тенге, видите, как 50 тенге, то есть, одной бумажкой заменяет, 20 тенге, 1 тенге, так, потом, что у меня тут есть, 20 центов, 10 центов, 10 центов, 20 центов, потом, какая-то, валюта, фритон, Испания, вроде, тенге, вот это, кстати, что интересное такое, помню, вроде, привез уже не Вера, кто-то в подарок дал, это какой-то, для музыкального автомата, что ли, для музыкального автомата какая-то, будем считать, что это не монетка, просто так на память, 50 копеек гривна, так, что бы еще, 5 рублей, но это 5 рублей, видите, 2008 год, видно, на таких монетах, можете посмотреть, они тоже, получается, идут как, 643 код, но все равно считается, не со всеми деньгами, вот, так, 2015 год, это уже, полноценный российский рубль, то есть, вот, 2016 года, рубли, вот даже 5 рублей, вот рядом видно, вот одна 5-рублевка, и вторая 5-рублевка, вот, вот тут вот, 16-й год, герб Российской Федерации, это 643, а это вот 998 года, то есть, тут непонятно, это 643, либо 810, ну, и тут, что уж объяснять, тут то же самое, все, что получается, больше 98, все является, а вот даже есть, вот, еще 18-й, FIFA 2018, да, тут идет тоже, 25 рублей, хоть и банк России, но тут идет, уже непосредственно, герб Российской Федерации, соответственно, официально, вот она 643, то есть, вот эти можно валюты, вот эти монеты считать, официально деньгами, все остальное, как по закону, является суррогат, и мошенничество, наказывается по закону, там, можете открыть сами, есть очень хороший, консультант плюс, сайт, на нем бесплатно, можно получить, найти всю, удобную информацию, и внимательно с ней ознакомиться, благодарю вас за внимание, до свидания, подписывайтесь,